приветствую брус здравствуйте так давайте начнем знакомства меня зовут этот брус я android разработчик стажем более трех лет так работаю в кыргызстане компания билайн ведущим android разработчиком так давайте для начала расскажу на что на какие этапы делятся вообще разработка допустим возьмем на примере instagram на то есть там что мы видим на главной странице есть лента когда вы листаете там ну публикации фотографии ну разные посты да то что вы видите это называется фронт а где это все хранится это уже бык то есть на серверах есть фронт разработка есть бэкэнд разработка фронт это то что мы видим то что мы рисуем кнопки текста бэк разработка это то что хранится где-то хранится это взаимодействие серверами данные то есть фронт обращается бэкэнду для получения каких-то данных по и пи запросам и когда получает эти данные он отображает их себя на фронте на своих текст юшках и других других вишка вот мы сегодня будем рассматривать маленький такой пример разработка вот такого маленького калькулятора на android если будут вопросы процессе можете задавать я буду отвечать в чате спасибо сейчас будешь демонстрацию кроме да да сейчас я сделать демонстрацию кроме и буду показывать что как создается где и почему буду по ходу дела рассказывать так сейчас сейчас я открою android studio вот видно да все видно спасибо ну вот так выглядит android studio android studio это приложение где мы разрабатываем приложение на android вы ее можете скачать она бесплатная google и просто вводите android studio download и также для mac и для windows можете скачать без проблем бесплатно просто устанавливать его как обычное приложение и у вас вот откроется окно открыть new projects окон и на ксс не project то есть мы сейчас возьмем создание нового проекта здесь список последних проектов которые ну и делал так делаем новые здесь у нас выходят шаблоны мы выберем пустой empty activity нажимаете next тут вводится название приложения тут выбирается минимальная версия поддержки поддержки то есть два станет это спят об андроида можете выбрать меньше 441 и до 11 ну я обычно выбираю 5 android так как меньше версии уже как бы не актуально и мало пользователей пользуются меньше пятерка извините 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 что прерываю вас вы сейчас код показываете да или только как бы знакомите мы знакомлю а хорошо кто тоже буду показывать просто видим только android studio и кредит new project и так далее правильно же да ну да а хорошо мы сейчас создаем приложение окей окей хорошо так подождите вы горите там кредит new project только слышно видно да значит записать либо отстает либо если нет вам нужно будет поделиться экраном когда делитесь там есть этот так весь экран а вот этот экран видите все это давайте сейчас по-другому расширю прошу хорошо вот выбираем пустой здесь и название приложения сейчас видно да вам видно вот тут выбираете язык java либо котли андроид разработка пишется на двух языках либо java либо котлин ну в данном стану данной студии данной среде мы выберем котлин так как но сейчас уже большинство приложений пишется на котле новые java изучаем только для поддержки старых приложений может есть люди которые до сих пор еще пишут на джаве вот так лучше котлин выбирать тут выбираем минимальная версия поддержки приложения то есть здесь версия android видите 5 и выше можете выбрать ниже если но у вас есть android который не поддерживает выбираем пятую версию ведь он здесь покажет сколько охватывает какой процент охватывает выбраны вами выбранной вами версия 94 и 1 если допустим 2 4 1 вот уже 99 так нажимаем финиш часто билдится поведен до код этот класс да да и и и и и и и Так, пока бился, можете задавать какие-то вопросы. Продолжение следует... Так, ну я изначально изучал Java. Вот тут есть вопросы, там, как и где изучали Kotlin. Я изучал Java изначально, на курсах тоже записался на курсы. Тогда, где-то 4 года назад были курсы, как это, на Клокиджи, курсы по Android разработке. Я там отучился и устроился на работу сразу же. А Kotlin я изучил после года, как я проработал в компании Светофор. И когда устроился в другую компанию, там проект был на Kotlin, и пришлось изучить Kotlin. Но мне где-то 3 дня понадобилось, чтобы перейти с Java на Kotlin, так как они очень похожи. Так, тут еще вопросы. Так, какой язык? Нет, я еще не синер, я не считаю себя синером, но я уверенный миддл. Надо меньше планы, но стать синером. Потом организовать свою IT-компанию. В общем, я планирую развиваться в IT-сфере. Образование у меня менеджмент. DarkFlatr. DarkFlatr. Так, как по-любому во Flutter, когда ты пишешь, ну, большие проекты обычно не пишешь на Flutter, а он все равно некорректно работает. К сожалению, зарплату не могу сказать. Учился я на курсах в Клопе. Так, уже этот скомпилировался. Давайте продолжим с Android Studio. Потом в конце у вас будет время задать вопросы, и я на них постараюсь ответить. Так, вот смотрите, вот так выглядят классы от Android Studio. Так, у нас есть ресурсы, и вот Java. Здесь находится код Java-класс, в котором мы пишем, ну, свой код в основном. Здесь опишется код. Так, и есть ресурсы. Ресурсы, то есть здесь охранятся наши картинки, вот drawable, то есть иконки, все картинки, которые используются в приложении. Лояуты — это наши окна, то есть каждое окно — это отдельный лояут. Когда вы переходите, допустим, ну, в WhatsApp, у вас там есть список сообщений. Когда вы нажимаете на какую-то, на чью-то переписку, переписку с кем-то, у вас открывается детальная страница переписки с каким-то абонентом. Это уже другое activity, то есть другое уже окно, другой лояут. Так, здесь цвета, которые используются в приложении. Вы здесь можете добавлять свои какие-то цвета. Здесь островковые ресурсы, то есть все слова, текста, название кнопок, ну, любые текстовые ресурсы хранятся в strings. Тут у нас еще два файла. Темс — это, ну, тема для... Длинная тема и ночная тема. Вот здесь вы также можете менять стили, цвета кнопок и так далее. Так, начнем. Давайте мы сделаем небольшое приложение. Вот такой калькулятор, чтобы показать вам, как это все работает. Допустим, переходим в наше главное окно. Здесь я, как вы видите, здесь показывает, как выглядит наш лояут. Так, сейчас я это сделаю. Так. Вот так выглядит наша главная страница. То есть, когда наше приложение запустится, оно уже, как бы, будет маленькое приложение, только с одним текстом. Hello World. Вот. Здесь вы отрисовываете ваш дизайн, как должно выглядеть ваше приложение именно в данном окне. У нас сейчас есть только одна текст-юшка. Текст-юшка – это класс, который отвечает за отображение каких-то текстов. Любых текстов. Сейчас нам нужно поле ввода. Это у нас edit-текст. Это тоже вьюшка. Вот здесь мы задаем ему ширину. То есть, если мы выберем match barren, оно задастся у нас по всему ширину экрана. Вот видите. Wrap content – это, то есть, он отображает высоту, либо ширину по размеру содержимого. ConstraintLayout – это наш родительский лояут, куда мы собираем все наши элементы на экране. ConstraintLayout у нас, видите, он по всему ширине экрана расположен, и внутрь ConstraintLayout мы добавляем другие элементы для отображения. ConstraintLayout – почему он так называется? Тут все элементы, которые находятся внутри ConstraintLayout, мы должны законстрейтить за что-то. Допустим, мы констрейтим наш edit-текст. Constraint, допустим, top to top of. Видите? Сейчас я объясню, что это значит. Вот смотрите, мы законстрейтили верх нашей edit-текст за верх родительского элемента. А родительский элемент у нас ConstraintLayout. Мы его вверх законстрейтили. И начало нашей, вот этот edit-текст мы законстрейтили за начало родительского элемента. И так же конец. Тут мы называем, даем ID-шник каждой вьюшке. ID-шник – это индивидуальное какое-то название, по которому мы можем обратиться к этому элементу. Давайте дадим ему какое-то название, допустим. Number 1. Edit-текст – это такой input, куда мы можем вводить какое-то значение. Мы можем задать ему hint. Hint – это первоначальное отображение текстов. Мы, наверное, видели, когда вы в чат заходите, где поле ввода написано, там, введите текст или другие какие-то. Можете самому их задать. Допустим, введите число. Так, этот текст виллент, он нам не нужен. Также можете здесь задать текст color, то есть цвет текста. Наши смотрели – это у нас черный. Можете задать размер текста. Text size. Допустим, 16. В общем, если вы хоть чуть-чуть знаете английский, вам вообще будет легко. То есть здесь все логично. Text size – это размер текста. Text color – это цвет текста. Ничего сложного нет. А здесь давайте создадим еще один edit текст. Тоже сделаем match parent. То есть ширина по ширине экрана. И законстрейтим. Законстрейтим его. Смотрите, мы можем законстрейтить нашу вторую вьюшку за низ вьюшки номер один. Для этого мы пишем constraint top to bottom off и указываем айдишник. Вот, копируем его айдишник. И вставляем. Видите, он автоматически законстрейтился за низ той вьюшки. Также зададим айдишник. Допустим, number to. Можете вот это скопировать и поставить сюда. То есть здесь у нас тоже будет введить число. Видите, второе число. Это пускай будет введите первое число. Так, что нам еще нужно для нашего мини-калькулятора? То есть у нас два поля ввода. И нам нужны еще пять кнопок. Да, это плюс, минус, кнопка деления, умножения и кнопка равенства. Давайте их создадим. Так, линер лейаут. А, сейчас я объясню, что это. Законстрейтинг. Вот, видите, когда вы пишете, он сразу предлагает айдишник из существующих. То есть мы законстрейтили этот лейаут за второе поле ввода. Линер лейаут – это тоже лояут, такой же, как констрейт лояут. То есть мы в нее можем вставлять какие-то вьюшки. Допустим, вот на текст view или на эти текст мы не можем внутрь этих вьюшек положить другие вьюшки. А на лояуты мы можем, лояуты, они как родительские лояуты, в них можно вложить какие-то вьюшки. Мы сделали отдельный лояут для наших кнопок. Зададим ей ориентацию. То есть она будет у нас горизонтальная. То есть все вьюшки, которые мы расположим в нее, она будет отрисовывать нас в горизонтальном положении. Так, и зададим им кнопки, да? Кнопки у нас называются ClassButton. Она отвечает за кнопки. Так, также ширина. Мы указали ширину на весь экран. Есть еще такое поле, как вес. Указываем 1. То есть, смотрите, когда мы указываем 1, сколько бы элементов не было в нашем лояуте, он их равномерно расположит по горизонтали. Смотрите, допустим, я создаю... Здесь зададим ей параметр текста какой-нибудь. Допустим, текст у нас будет плюс. Плюс. Сайз 24. Чтобы побольше было, да? Текстговор пускает. Допустим, можем белый поставить. Копируем его. Копируем вниз. Видите, как только у нас появилась вторая кнопка, она становится меньше. То есть, он равномерно распределяет его по ширине экрана все наши кнопки. Добавляем еще одну. Я просто скопирую и вставляю вниз. Вот еще одну. И еще одну. Все, вот у нас 5 кнопок. Сейчас будем редактировать их. Как вы видите, у нас все кнопки стали слитными. Нам нужно добавить какие-то отступы. Правильно? Давайте добавим первые кнопки. Margin Start. Это отступы от начала. То есть, слева. Так, мы добавим, допустим, 5dp. И теперь скопируем это и будем добавлять на каждую кнопку. У каждой кнопки будет по 5dp отступы. А на последний элемент добавим еще Modulant End. Тоже 5dp. Чтобы оно не прилипало к краю экрана. Так, у нас первая кнопка будет плюс. Вторая кнопка, давайте сделаем минус. Так, третья кнопка. Так, умножить. Четвертое отделение. И последнее будет равно. И нам нужно задать каждой кнопкой ID-шник. То есть, какой-то индивидуальный ID-шник, по которому мы будем его находить. Допустим, это пускай будет plus button. Здесь ID-шник. Минус button. Так, сюда тоже ID-шник. Ну там умножение, допустим, можете просто вот это сделать. У нас будет. Учисление. это будет у нас равенство так у нас есть смотрите у нас есть два два эдита то есть два поле ввода 1 2 и кнопки нам еще нужен текст ее где мы будем отображать результат давайте добавим отступы на линии лоял добавим отступ верхний отступ у нас будет 20 депи можем даже 30 сделать и зададим ему одичник также это у нас будет батонс а я вот эти когда вы вводите какой-то текст android studio предлагает вам выбрать какие вешку выбираем текст и пускай будет матч пара урок контент видите до того как мы его не законстратили он посвечивается красным так как он находится в родительском лояуте констрейт лояута а констрейт лояут там обязательно законстратить любые юшки либо за вьюшка либо за родительский элемент поэтому у нас подсвечивается красным и по умолчанию как вы видите он находится вверху пока мы его не законстратили мы пишем констрейт топ туба тимов то есть мы изначально знаем кого за какую юшка мы будем ее констратить и выбираем наш баттонс лояут то есть мы констратим эту вешку за кнопки вот ведь я красным сразу исчезну также добавим отступ сверху 50 дипе и напишем какой-то текст результат результат сразу заводим ему айдишник допустим и зал и все вы можете в айдишнике написать все что угодно главное чтобы было понятно вам и тем людям которые будут разрабатывать вместе с вами можете сокращать допустим место тексту написать просто тиви тексту можете просто резал написать как хотите главное чтобы вам было понятно вот смотрите мы создали текстю которым мы передаем какое-то текстовое значение резал результат да допустим мы хотим увеличить чтобы у нас он был побольше ставим задаем ему размер видите сразу он побольше ствол так что допустим если вы хотите чтобы он был посередине а не с краю у него есть такой элемент текст алигмент и указываете центр теперь у нас весь текст будет находиться по центру так зададим ему color допустим черный если вы хотите поменять можете вот кликнуть на слева такой квадратик видите он вам показывает какой цвет можете выбрать здесь любой цвет зеленый, желтый, оранжевый можешь даже задать из экрана любой цвет выберите, а мы его выберем вот он черный давайте сделаем зеленый можете выбрать даже стиль вот здесь я норму и талик и болт вот он жирный теперь сделаем смотрите так же если в констрейт лоялте мы можем законстрейтить его видите мы законстрейтили его вверх к низу нашей вьюшки да если мы законстрейтим еще в нижний элемент допустим к родительскому видите он будет вот так как бы посередине находиться у нас почему отступ больше потому что мы здесь задали 50 dps мы уберем он ровно посередине расположится констрейта можем так оставить то есть все вот наша верстка готова да когда вы начинаете работать уже всегда сперва рисуйте как должно быть а потом делайте ну какие-то логику нажать и там отнимание или прибавить то есть у нас два поле ввода мы можем от верхней тоже добавить отступ сверху пусть на 50 dp чтобы у нас не прилипало к черту вот два поле ввода с первое число второе число и здесь опять кнопку запоминаем айдишник каждого вот резал текст вью айдишник и кнопок и наших импутов number 1 и number 2 если мы сейчас запустим приложение давайте запустим айдишник ну Субтитры сделал DimaTorzok 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 есть четыре кнопки да это у вас баттон потом сразу предлагаете указывать касс бутон у нас их 5 класс вот там умножить и деление здесь тоже можете назвать их как угодно чтобы она вам было понятно еще у нас есть текстю который будет отображать результат до 8 вязал и это у нас относится к классу текст и все наши нишки которые мы были если нашим леонте мы их создали перемены для этих вишек но они еще не связаны для того чтобы связать нашу эту переменную с нашей вьюшка которая находится вот здесь в xml нам необходимо сделать следующее мы пишем название нашей перемены которые в этом классе находится то есть номер один он равняется вьюшки которые мы ищем find view by id то есть найди вьюшку по и дичь нику и указываем его и дичь не видите нам вараде он так у нас называется в нашем xml файле то есть теперь мы вот этот нам вараде связали с этим нам бороди также делаем для нам в 2 то есть нам в 2 это наша наша номер 2 который находится в xml файле так сразу копирует точно так же делаем для всех наших кнопок минус бата минус бата 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 и и и и здесь я могу их назвать там по-другому главное чтобы я по указал то что моя эта кнопка привязалась к этой кнопки по и дичнику поэтому мы задавали каждой девушке и дичники и у у нас есть еще резалки уже он find you by id r.id все наши айдишники находятся в папке id то есть r это ресурс мы указываем путь к этому айдишнику и здесь он находит вот резал тв вот теперь мы можем обращаться к этим кнопкам и делать какие-то действия до допустим что нам нужно мы вводим какие-то какие-то числа номер один и какие-то другие числа в номер два и потом нажимаем на кнопку допустим там плюс либо минус либо умножить тереть да и нам нужно чтобы выбранный результат отображать резал текст ее что для этого нужно нам нужно во первых написать обработчик нажатия для каждой кнопки давайте напишем допустим класс бат у большинства вьюшек почти у всех вьюшек есть методы функции то есть мы можем к ним обратиться указав переменную допустим мы указали класс батон здесь она указали то что это относится к классу батон да и просто нажимаете точку и он вам выдает все функции которые есть в этом классе вот можно здесь пролистать их здесь очень много помочь и задать цвет текста отсюда размер текста любые вещи можете с этого класса задать констратить можете его также анимацию какую-то добавить да он нам нужен нет метод set onclicklistener set onclicklistener почти у каждой вьюшки есть такой метод set onclicklistener который отвечает за слушатель нажатия на кнопку даже по названию вы можете даже определить что какие действия выполняет эта функция set onclicklistener то есть мы задаем ему слушатель на клик вот мы задали и теперь здесь мы можем делать все что угодно в этом при нажатии в данном случае нам нужно прибавить текст число первого эти текста на число второго этот текста правильно то есть вот такие фигурные скобки открывается и в эти фигурные скобки можете написать что должно выполняться при нажатии этой кнопки так нам нужно вытащить то есть число с номер один вот номер один мы достаем оттуда текст 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 то есть введеный текст он вводит его строку и потом мы его делаем в число туинт и прибавляем то есть смотрите давайте создадим еще у нас такую переменную как резалт 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 у нас будет равнация пустой строке да теперь он будет прибавлять номер один она на текст выбранному номер два то есть у нас результат то есть это будет не столько число то есть наш результат будет равняться при нажатии на этой кнопке класс батон он будет прибавлять эти элементы и так почему красный горит и и и и и и и и нельзя называть резон потому что как бы уже есть такой метод поэтому на своем просто результате бруса можно вопрос надо а вот здесь же переопределение идет же текст на стринг меняется на интегра его нельзя сразу тип указать числовой нет так как у нас эдит текст он если мы посмотрим на его класс ведь он он вообще другого типа и детей был ведь текст он переопределяет мы даже сперва его конвертировать стрим а потом его в интегр мы не можем прямо его конвертировать в интегр так как это не строка изначально так помимо от наших классов кнопок в любом языке есть переменные те которые изучали какие-то языки они об этом знают те которые не изучали я кратко расскажу о них то есть я пойму переменных еще типы данных какие типы данных у нас есть и это у нас числовые значения целые числовые значения есть еще стринг допустим зал 2 он отвечает только тип значения за строковые видите так как он классу стрим подносим мы не можем задать ему 0 стройки у нас пишется в кавычках любая строка есть еще дабл ну в этом это вы все будете проходить в дальнейшем ваших курсах сейчас я вам просто расскажу ну такое общее значение чтобы вы понимали сейчас мы выбрали это гид потому что у нас мы здесь прибавление там отнимание все это с числами связано и мы задаем ему значение по умолчанию то есть когда вы запускаете приложение он будет равняться нулю а по ходу когда вы будете нажимать там в зависимости от нажатия вашей кнопки мы будем менять значение развал один на то значение которое получится у нас при прибавлении то же самое делаем для остальных кнопок допустим давайте сейчас на равенство вону батон он клик вешаем слушатель на нажатие кнопки равенство то есть что мы будем делать при нажатии на кнопку равенства мы должны нажать ряду жалевушку техстью это у нас помните текст у которой написано равенство вы должны за дать ему текст то есть мы забываем текст при нажатии на кнопку равно мы получаем значения от этой кнопки видите так у нас почти подсвечивается красным потому что у нас вот это резал то один это тип данных интегра то есть он только числовое значение это не строка резал текст он принимает только строковое значение поэтому либо мы делаем и вот у стрим то что он конвертирует это в строку и отображает либо мы просто вот это значение пишем в кавычках но с этим значком то есть это такой синтезический сахар для котлина сокращение да 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 сокращение когда мы указываем строку мы можем сюда допустим написать еще кое-что мы можем перед тем как отобразить перед тем как отобразить допустим написать какое-то слово получилось наш результат давайте запустим то что мы сделали проверено в практике так допустим вводим 12 10 13 нажимаем на кнопку плюс эти ничего не происходит на когда равно нажимаем он меняет наш текст получилось 25 может там здесь любые числа вводить так равно они нажали плюс плюс до если 1253 минус плюсик а минус мы еще наверно кнопку не сделали которая сбрасывает результат или есть она и уже нету который стирает результат нет но мы такой просим калькулятор сделаем вы можете в принципе добавить такую кнопку да который будет сбрасывать результат сейчас 1253 минус 13 635 можно будет операцию провернуть это надо будет заново имена труда мы можем показать минус там 11000 когда мы сейчас минус еще не сделали когда добавим минус там будет сейчас у нас вот эти кнопки они не кликабельные то есть они кликаются но никакие слушатели мы на них не повесили давайте вернемся наш код пропишем то же самое для наших других кнопок да я скопирую код чтобы не писать так указываем здесь обменяем класс потом на минус и здесь я ставим минус также для остальных кнопок также для остальных кнопок так вместо плюса умножаем также для деления здесь оставим вот такой знак так теперь запустим допустим ну 12 также возьмем допустим минус 4 будет равно 8 если делить будет равно 3 90 нужно 4 48 вот такое маленькое простенькое положение мы сделали да так вы спрашивали насчет отрицательных чисел допустим 20 50 сделать минус вот минус 33 показывает а можно насчет разделения дробные числа тоже вытащить да допустим 20 поделить на 6 давайте в этом что 20 разделить на 6 нет дробные не вытаскивают видите да да там надо привести тип в дабл да получается флоу там я не знаю на андроиде как чтобы он и после точки показывал остальные цифры он же сейчас округляет да 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 давайте так да правильно это же у нас интеджер можем мы его если поменять на дабл тогда тогда везде надо функциях дабл да поставить да 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 в принципе можно на одном из них поменять 26 в общем все максимально просто просто вешаете слушатель прибавляете отнимаете задаете текст задаете цвета как бы и все главное вам подучить сейчас типы данных на курсах это учите вот примерно так выглядит такой простенькое приложение на android можете задавать вопросы что-то поменять здесь я так и позадать как я сейчас что-то открою вот я так много с лифтом владею посмотрел начале он когда-то текст аналогично до всего ходила то есть раскрашивал да скажем определял где какая кнопка а потом уже занялись физиологической части здесь как вы видите на 9 строке на библиотеку дают на 3 строке вы импортировали далее мы задали класс какой на 3 строке это где вы имеете ввиду а вот здесь и импорт написано но он автоматически импортирует те классы которые мы вводим друзья далее был создан класс после этого была переменная на результат утащена также overwrite переопределение да получается через супер сделано да и далее я вот только нижние не совсем понял допустим 30 какие-то строки plus button это просто получается это равно какой-то id правильно я так понимаю 31 32 да вот смотрите то есть мы создаем переменную в нашем java классе вот активе и тут мы задаем ему ту вьюшку которую мы хотим задать ей то есть мы по аидишнику задаем ему вьюшку которую мы создали в своем xml файле вот она и груза можешь им рассказать что такое вьюшка они же не совсем понимают что такое вьюшка вообще вьюшки то есть это элементы которые мы видим ну так взять если с английского view это то что нам видно да это кнопки текста списки все это называется вьюшки то есть элементы которые мы отрисовываем баттон это кнопки допустим тексту это текста эти тексты это поле ввода который мы вводим вы можете посмотреть эти вьюшки вот здесь я перейти дизайн вот видите каждой кнопки у нас расположено здесь очень много вьюшек фон там multiline тексту тайм дата нам бутончик чеки тексту то есть это те галочки потом можете посмотреть кнопки очень бокс это тоже вьюшка которая отвечает за какие-то там галочки давайте он сейчас покажу вот чекбокс у нас такая вьюшка которая наверное вы часто видели приложениях там чекаете ставите чекнуты не чекнуты это все отрисовывается вот чеките сетру поставить видите она чекнуты ставить так что есть радио баттон и это тоже такие кругляшки которые тоже кликаются он тоже принимает значение чек и трусов если труд по чекнута и витам то есть вьюшки это все что мы видим все наши элементы на экране которые мы видим изображение допустим для изна для отображения изображения используется вьюшка image view вот эти третия также есть имидж баттон то есть эта кнопка с изображением вы можете там задать на любое изображение так иначе и здесь также любая вьюшка принимает себе значение лаяут визе лаяут хэйс то есть это ширина и так как бы высота вы можете задать какие-то стандартные допустим раб контент он устанавливает длину либо ширину по размеру содержимого вы можете так не делать допустим задать свои какие-то размеры 50 дипи у нас будет ширина 50 дипи и высота допустим ну 100 теперь там 70 видите у нас такая вот картинка получается можете сделать ширину по размеру экрана а высоту какую-то задать свою вот у нас эти ширина теперь будет по всему экрана высота будет 100 дипи так можете задавать вопросы спасибо тут в чате несколько вопросов прочитал один из них был как вы начинали где-то учились может потом как у вас было с первой стажировкой с работы частности давайте вам расскажу так я начинал 2000 учиться 2017 году я записался на курсы по android разработки учился там а после окончания курсов но у меня были какие-то базовые знания после окончания курсов я могу же как было ну писать какое-то приложение я устроился в одну компанию она называлась не идти а мамы это казахстанская компания мы разрабатывали там приложение типа инстаграма я устроился туда тестером то есть тестировщиком я тестировал приложение которые писали я разработчики тоже не напишу какое-то а я тыкал на них если выводил какие-то ошибки я ну давай на перее чтобы они переделали указывал им баги они переделывали вот и постепенно я начал ну там брать маленькие задачки уже в реальном проекте то есть там были синие android разработчики которые уже были профи своем деле я у них учился спрашивал не задавал им вопросы они не давали такие мелкие задачки поначалу и так постепенно постепенно как бы я обучался дальше уже на реальных проектах набирался опыта практики вот но у меня уже тогда была как бы зарплата то моя первая зарплата тогда было 300 долларов то есть после курса курсы закончилась сразу устроился на работу я по моему даже я еще курсы не закончил я уже устроился на работу то есть последний месяц там у меня оставалось пять-шесть уроков или четыре там урока я уже не помню то есть я уже работал и уже заканчивал курсы а как ты устроился на работу не закончив курсы можешь рассказать об этом подробно как это проходило при происходило ну в нашей сфере войти как бы как было тогда и как сейчас работодатели даже не интересует диплом об окончании либо там какой-то сертификат они просто проводят собеседование и смотрят на на твои желания работать на твои навыки на твой подход они задают тебе тестовые задания ты его выполняешь и они смотрят на твой код как бы как ты это выполнил такой подход ты использовал и вот так проходишь собеседование и потом если ты им понравишься если себя зарекомендуешь они тебе позвонят и пригласят на работу вот все круто спасибо и какой проект считаешь таким интересным которым ты гордился или гордишься сейчас это какой проект ну проектов как бы очень много который я выполнил за три года и как бы ну каждым разом ты улучшаешь сам себя каждый раз каждый проект когда ты берешь ты как бы он бывает лучше предыдущего потому что ты где-то какие-то навыки набрался за это время пока пилил этот проект ну либо там ну другие технологии какие-то изучил как ну я не могу сейчас разделять их поэтому ну я делаю предложения такие как светофор элькарт мобайл сейчас вот работаю над баланс киджи интернет-магазины писал в российских проектах участвовал их очень много было писал предложение для людей с ограниченными возможностями то есть так как там предложение было которую помимо отображения текстов она еще должно было озвучивать все текста все кнопки при долгом нажатии ну очень много интересного проектах было но не жалею что выбрал эту профессию интересно почему ты ее выбрал а почему ты выбрал как ты не пришел вот ну во первых мне всегда нравилось айти сфера просто я естественно поздно к этому пришел мне было уже 27 лет когда я пошел на первые курсы ну когда начал изучать это раньше я думал что это очень сложно там нужно там университете учиться либо этом я вообще не знал то что у нас в стране есть эти курсы я думал это где-то за границей учат но почему-то я думал что это чтобы научиться это где-то нужно в америке там учиться а когда я узнал то что у меня друг уже работа в этой сфере год на меня долгое время не было в бичкеке я потом приехал и у меня вот такого рассказывает что но он знал то что мне такие вещи нравятся там айти все такое и он мне рассказывает и он не спросил кем-то работаешь он мне говорит что он программистом android-разработчик а он как бы мой друг с университета он учился со мной филолога и меня такое удивило как он закончил работать программистом я у него поинтересовался типа как ты так он мне рассказал показал мне кстати такой же калькулятор мы с ним в кафешке сидели он как ну это это очень просто сел просто достал макбук в кафешке и быстренько вот так как бы показал я тогда подумал но если это так легко почему бы нет да почему вы не попробовать я записался на курсы и в общем не жалею об этом плюс мы все знаем зарплата айтишников она намного больше чем других сферах да это тоже был такой шаг мотивационный то есть я тогда работал торговым агентом я получал там но двадцать там девятнадцать тысяч его так месяц а тут я за стажировку получал больше чем как бы работает торговым агентом уже три года поэтому друзья если вас есть вопросы давайте разница между react native ну это вообще разные как бы эти языки там во первых на реакте все пишется о флоттере у него свой язык как он назывался забыл дарт тарта и флоттер это гугловская то есть google его поддерживает возможно в дальнейшем флоттер будет такой ну прям топовые платформа о котором будете писать но на данном случае я нативная по-любому всегда лучше флоттер чем лучше флоттер это вы пишете можете написать какое-то приложение сразу на две платформы это со стороны бизнеса выгодно со стороны заказчика он заказывает там приложение платить как как бы за один код но на выходе получает два приложения и по времени это очень быстро если это какой-то маленькое приложение до клатор это классная тема там написал быстренько сразу тебя два приложения можно еще на сайт тоже сделать английский у меня был плохой и сейчас также я вот сейчас только-только хочу записаться на какой-то английский подучить английский потому что английский очень важен для нас для нашей профессии вся документация которая проходит она на английском принципе и сейчас для русскоязычных очень много материалов все равно английский нужен как бы я до сих пор не знаю мы уже работаю три года много времени понадобилось для проектов смысле для разработки проектов или или что ну за проект это зависит от самого проекта есть большие проекты которые могут длиться там год полтора года два года только на разработку а потом еще плюс на поддержку допустим ватсап инстаграма не до сих пор как бы разрабатывается ты обновляется каждый раз какие-то новые функции добавляются в общем это зависит от проекта а так минимум там от трех и выше нас спасибо и вам так ну за три года программирования честно я стал очень ленивым то есть чем дальше я в этой сфере тем ленивее становлюсь я стою просыпаюсь поздно там попью чай кофе там оденусь выеду поеду на работу на работу приезжают в одиннадцать двенадцать там часик поработаешь и ну там уже как бы обед пойдешь пообедаешь придешь открываешь джиру видишь свои таски твои задачи на сегодня выполняешь их общаешься с коллегами там вот такая насыщенный день получается выйдешь на обед там поговоришь выполнив свою работу как бы все задачи если выполнишь можешь принципе пораньше уходить если иногда бывает задерживаясь на работе так как нужно опубликовать какое-то приложение там или ну как бы сделать еще теннис поиграю и так возвращаюсь домой сам определенно выбираешь график да то есть у нас как ты распределяешь какие-то задачи на неделю если работать по скраму допустим мы распланируем делаем планы на две недели за эти две недели ты должен выполнить какие-то определенные задачи и как бы распределить эти задачи ты можешь сам по своему графику ты можешь их ночью делать можешь днем делать можешь их там запустим три сутки не спать за раз все сделать и может две недели ничем делать в общем все зависит от от тебя ты как хочешь обычно первую половину ничего не делаем там балдеем там по чуть-чуть работаем а потом как бы уже понимаешь что нужно закрывать эти задачи садишься и выполняешь их либо этом если тебе надо куда-то уехать там срочно ты можешь быстренько свои задачи закрыться за два-три дня и уехать можно договориться вообще на удаленке поработать то есть ты берешь просто задачи делаешь их и все нож там на секуле валяться работать либо там не знаю вон то ли уехать там на гавайи в каком году покупали компьютер как это мне вопрос или да скорее тебе можешь рассказать на сейчас после этого вопроса я хотел узнать насчет рынка нашего насколько он востребован насколько текучесть большая насколько сложно найти разработчиков или сейчас легко каково работать допустим билане как долго там работаешь ближайший план эти какие билане относительно недавно работаю я вот только два месяца до этого работал на аутсорсинговой компании этап тоже местная компания которую выходит на усос то есть зарубежные проекты есть там российские и японские ну и местные наши тоже есть текущие сейчас разработчики они всегда востребованы то есть нету такой чтобы но по крайней мере у меня так было не было такое чтобы я там не работал у меня практически переход с одной компанией другую это было без без выходных то есть я пятницу отработал все панели я вхожу в новую компанию разработчики они всегда нужны тем более хорошие да даже если вы здесь они найдете работу вы всегда можете на удаленке найти работу там белоруссии украине если вы знаете английский прям хорошо вы можете даже брать зарубежные компании с европы там германии либо с америки мне не раз предлагали работу в америке из-за того что я английский не знаю как бы я не могу брать эти проекты потому что там нужно иногда выходить напрямую напрямую связь с заказчиком а там по-любому нужен английский поэтому я сейчас хочу подучить уже два года собираюсь никак не могу а так рынок очень востребованы сложности на курсах принципе были такие сложности там чего-то не понимал как бы потом задавал вопросы просто на курсах нужно когда вы учитесь вы должны очень много уделять времени как в учебе вы должны морально сами подготовиться то что это ваше и не сдаваться и идти до конца поверьте много раз у меня такое было то что это не мое может может там мне не дано там ну такие мысли всегда возникают процессе но потом я себе переубеждал то что но человек может обучиться всему да главное чтобы было желание и стремление и чтобы он не ленился упорствовал в этом и у меня такая позиция то что человек он может всему научиться всему абсолютно всему то что ну делают другие люди он такой же человек как и все и поэтому просто в эти моменты нужно себя взять в руки и идти дальше перед каждыми после каждой трудностью знаете такой рывок вверх бывает всегда тяжело 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 и потом как бы как пошло там по маслу все все легче бывает по-любому в обучении там бывают моменты когда что-то не понимаешь или что-то не можешь найти ну гуглишь находишь исправляешь и делаешь на работе тоже самое первое время когда ну не знаешь какую-то задачу как решить тоже вроде бы делаешь правильно они работают тоже бывают такие моменты даже самые прям такие топовые там senior гуру разработчики они гуглят всегда гуглят учитесь гуглить ну как бы я с утра до вечера не сидел за компом потому что я работал я работал а торговым агентом то есть у меня было такое день мог пройти там 20-30 километров пешком вечером приходил у нас курсы были по моему семей до 9 были либо с 9 до 11 ну там разные графики были то есть я работал проходил после работы ходил на курсы у нас курсы были два раза в неделю и вот ночью в день курсов я ходил на курсы а когда те дни когда не было курсов да я проходил домой открывал ноутбук и работал ноутбук и работал да я женат я даже когда начал изучать программирование уже у меня была дочка и было 4 годика сейчас у меня ну и сын родился как бы ну нормально естественно жена она первое время не верила то что я стану разработчиком типа она тоже думала что это ну невозможно у нас там просто она говорила типа ну зачем ты меняешь профессию там как бы ну не верила короче а потом ну нормально да и сейчас нормально реагирует бывает я поздно прихожу а так уделяю время и семье и детям время в общем на все хватает беру даже какие то бывает там раньше я брал проекты работая в компании у нас я брал проекты еще с россии договорился с ними на часовую оплату и выполнял просто задание делаешь бывал даже такие моменты там ну нужны деньги там 10-20 тысяч сумм не знаешь откуда взять заходишь на сайты фринансеров смотришь берешь какие то задачи выполняющие там за день-два и получаешь оплату на сайт напишу да фор кстати тоже хороший сайт так моя заветная мечта ну так если честно даже не думал об этом у меня как бы больше планов тем ну мечты какие не люблю мечтать если честно ну семья да конечно нравится они нормально к этому относятся водители как бы они рады то что я сам по себе двигается он зарабатывает на этом и как бы их ну не требует чтобы наоборот рады сайты на джава не пишут поэтому навряд ли на джава можете написать ну бэкэнд какую-то серверную часть либо андроид положение бывало ли так бывало ли когда делаешь проекты на фринансе и не платили деньги китали ну со мной честно такого не было а а ну я слышал то что кидают да поэтому нужно заходить на те сайты у которых там есть какая-то репутация и есть рейтинги этих работодателей если у них рейтинг плохой ну лучше не берите они могут создавать какие-то новые аккаунты чтобы там кинуть также есть отзывы можете перед тем как взять какой-то проект почитайте отзыв от этого работодателя ну кидал ли он кого-нибудь либо там и как бы обычно оплату когда работаете на фринансе оплату требуете каждую неделю либо после выполнения какой-то задачи и так даже если вас кинут то ну кинуть ненамного и вы не приступаете к следующей задаче пока вам не заплатят за предыдущие Эльбрус, можешь рассказать самый быстрый заработок сколько времени тебе занял так самый быстрый заработок ну и как я говорил у меня там иногда были такие моменты там срочно нужны там 10-20 тысяч сумм и ты заходишь на фринансе там бывало там я за день на два дня выполнял задачу плюс ну день чтобы они его протестили и заплатили мне один-два дня обычно те деньги которые я зарабатывал за месяц работа торговым агентом я мог получить за день-два-три вот так а котлином пользуешься, да? котлином? да о, я на котлине не пишу сейчас а, это котлимун, да? да да, тот-то он как на свит не очень похож да, да, котли на свит похож очень похож даже так, задавайте еще а я вам скину ссылки на скачивание Android Studio там на уроки какие-нибудь либо там на фриланс сайт какие-то для фрилансеров а вот как надо учиться программированию с твоего опыта как ты, что ты можешь посоветовать а что они должны обращать внимание что точно должны делать а что не должны делать самое главное, когда вы обучаетесь это не сдаваться потому что трудности оно есть у всех в любой, любую профессию когда вы возьмете даже не программирование возникают какие-то трудности ну такие мелкие и избавляться от тех мыслей которые может ну не всем дано либо там это не мое ну не все могут если вам это прям нравится если вы хотите работать то у вас это получится если вам не нравится то что ну этим заниматься писать там код туда и все тогда без желания тоже ничего не получится желание должно быть обязательно мотивируйте себя каждый раз заходите на группы подпишитесь группы где предлагают работу этичникам посмотрите как там они ну подпишитесь на группы там которые каждый отечественник и дает советы помогают друг другу и самое главное не сдавайтесь и идите вперед как бы не ленитесь изучайте много то что на курсах вам дают вас направляют вы можете там экспериментировать когда вам дают какие-то задачи вы должны экспериментировать а что если вот так сделаю что будет то есть вы должны сами как бы полностью отдаться этому обучению не бойтесь экспериментировать пишите там по-другому ну давайте там какие-то стили цвета ну меняйте и когда ты это делаешь как бы ты радуешься когда у тебя что-то получается то есть ты открываешь приложение и знаешь то что это сделал ты это ты все то что ты написал это тоже мотивирует группы есть да я скинул вам группы с вакансиями для айтичника в Кыргызстане по СНГ когда я начал учат андроид разработку мне было 27 лет интересные моменты мы участвовали в каких-то хакатонах вот кстати когда вы будете тоже изучать если будут какие-то хакатоны там конкурсы обязательно ходите на них участвуйте то есть вы должны находиться в этой сфере постоянно общаться с айтишниками ну с программистами постоянно вот эту ауру чувствовать интересные моменты были мы участвовали на хакатоне то есть там были какие-то знаете да что такое хакатон то есть там какие-то люди приходят организация дает вам какую-то задачу вы должны за две сутки предоставить им какой-то прототип и вы прям там несколько команд вы собираете команду там по 5-6 человек в каждой команде там бэкендчик дизайнер фронтендчик андроид там айос ну вот эти все каждый выбирает себе команду того-то кого им не хватает и они двое суток живут там в отеле либо там в хаус там ну где вместо организаторы место устанавливает вы сидите там разрабатываете думаете над этим проектом то есть бывает такое то что вам какую-то проблему озвучивает вы должны предоставить решение там могут быть такие проекты там с госа допустим госучреждения типа ну у нас в последнем хактоне когда я участвовал там была open data то есть с этим нужно было что-то ну придумать и вы две недели то есть двое суток обычно это субботу пятницу вечером проходишь до воскресенья вечера вы сидите и работаете там там очень интересно там очень много разработчиков организаторов они приносят вам всякие вкусняшки там еду обед ужин завтрак они вас кормят и вы сидите там прям две сутки не спите и придумываете идею там пишите каждый делает свою задачу то есть если вы андроид разработчик вы пишите андроид приложение там в общем очень интересно вы этот будете когда если человек ходите на такие мероприятия бэк могут писать на любом языке для андроида это как бы неважно могут писать на джаве на питоне на реакте там ну на php даже это как бы для нас не имеет никакого значения в каком языке напишем бэк я пока что знаю только джава и котли но у меня планов изучить еще и свифт но когда в принципе если вы изучаете какой-то язык любой язык программирования вам перейти на другой язык будет очень легко просто изучаете синтаксис этого нового языка и пишите потому что у всех есть условные операторы и в элсе у всех есть типы данных у всех есть циклы как бы если вы один язык вот что там на другой вообще нельзя перейти в смысле не объединяет в один язык как бы сначала была джава это вообще два разных языка и у них как бы два разных владельца этих языков и поэтому когда ну была джава спец первое потом придумали котли это вообще другие разрабы которые придумали котлин и они увидели те баги те недочеты которые есть в кота в джава они просто убрали в котлине это сделали его полегче синтаксис и поэтому его как бы ну нельзя совместить да но в принципе они в джава и котлина не так как бы похожи потому что это все обрабатывается через живые то есть сам котлина все равно превращается в джава бойкот при компиляции и как бы они обратно совместимы вы можете какие-то план классы писать писать на джава какие-то классы писать на котли без проблем вы даже можете копировать код джава когда выставляете его в котлин андрей судя предлагает вам его самому конвертировать как бы они обратно совместимы с этом с этим проблем нету так структуру алгоритма вводки данных ну алгоритмы они важны везде в любом языке как бы вам все равно придется это изучать так демонстрация еще идет у вас нет все уже вырубилось а камеру включить так так нормально да спасибо когда вы работали серия продаж как вы распределяли время и обучение как бы я учился после работы когда приходил с работы открывал там ноутбук писал там какие-то ну свои приложения то что мне было интересно у меня даже тогда не было ноутбука я брал ноутбук у своего друга он жил в такмаке как бы ему пока не нужно было я на время взял у него ноутбук как бы и работал брал книжки читал маршрутки пока ездил до работы и без работы обратно у меня в сумке всегда была книжка по андроид разработки я ее читал изучал джава в общем вот так обучался в свободное время по выходным в субботу и воскресенье я как бы сидел и уходил учеба ну где-то давалось легко где-то давалось трудно ну где-то на втором третьем месяце было уже как бы немножко тяжело было как бы бывали даже мысли оставить как я и говорил может там не мое но у меня такой характер если я что-то начинаю я должен закончить до конца поэтому я не бросил на полпути и шел до конца закончил где-то не получалось я звонил преподавателю там либо студентам которые с которыми я учился которые поняли этот момент я им звонил уточнял что что как и вот так учился вот на юнити нет не писал пробовал как-то я даже установил но как-то не знаю так и не начал что я не знаю Но по-любому были вещи, которые я не знаю. Даже сейчас есть вещи, по-любому, очень много вещей, которые я сейчас не знаю. Это такая профессия, которой ты постоянно обучаешься. Даже сейчас сидишь, читаешь, какие-то новые технологии появляются, новые книжки, каждый год выходит что-то новое. И ты постоянно обучаешься. А так примерно год где-то прям такое интенсивное обучение. Моя самая первая работа, это, как я говорил, я работал тестировщиком и писал проект, уже существующий проект, потом делал таски. Это было, называется MyListery, это что-то аналоги Инстаграма для российского рынка. Курс длился 7 месяцев. Ну, тот, на который я записался. А жена нет, она не хочет почему-то, я ей даже предлагал, но дизайнерам или бэкенщикам она почему-то не хочет. Ну, Билайн это где, как же эта улица называлась, Гоголя, Чуй, да, в этом офисе сидишь? Да, да, да. Крутой офис. А были там? Да, я там ремонтными работами занимался. Очень даже неплохой офис, наверное, один из таких крутых. Я тоже в прошлом строитель. И на стройке работал, и ремонтной работой делал. А какими ты ресурсами пользуешься, когда, допустим, ищешь решения, или, может, для развития, необязательно для поиска решений? Какие ресурсы тебе интересны? Или полезны? В смысле, где я беру информацию или что? Да, где-то информацию. На Хабр. Есть сайт такой, Хабр. Там очень много статей читаю. Потом есть официальная документация. Если вы используете какую-то там библиотеку, то на них тоже есть документация, читаешь там в гитхабе. А так стандартные вишки или там элементы, которые технологии появляются от Гугла. У Глэй своя официальная документация, она на английском. Можно переводить там, Гугл по-настоящему читать. Если вы понимаете английский, то вы тоже можете. Так, у вас есть коллеги женщины? Да, конечно, есть. Много. Есть дизайнеры, iOS, Android. Есть даже бриканщики и девушки. Как бы это профессия, для Матпола не зависит. Самый молодой программист, который ты встречался? 14 лет. Я еще видел такого парнишку в 14 лет. Он уже в 14 лет, получается, он обучался. Тоже на курсы записался. Он еще в школу ходил, по школе проходил на курсы. Вот он нашел работу, работает. Да. Друзья, есть кто-то хочет, может, живую спросить? Сунуштор, араба, араба. О, арбитр, посмотрите. Спасибо, Эмбрус, очень познавательно. Калькулятор за 60 срок. Я думал, не разберусь. На Джаве там все будет, наверное, мои ниши. Правила-то разная. А тут на Котлина знакомы-то. Как мне в прошлом говорил, чтобы понять прелесть Котлина, вам нужно пройти через боль Джавы. Поэтому Джава, она необходима. Есть многие старые проекты, которые написаны на Джаве, вам придется ее изучать. Если вы устроитесь на работу, как бы вы должны знать и Джава, и Котлина. Поэтому, в принципе, если вы изучите один из них, вам по-любому будет легко перейти на другой. Спасибо вам тоже. Удачи во всем. Я вас верю. Не сдавайтесь. И самое главное, не сдавайтесь. Идите вперед. У вас все получится. Спасибо, Эльбрус. Мне кажется, на сегодня достаточно. Вроде все вопросы задали. Может быть, вначале ничего не понимаете, друзья. Но со временем поймете, когда Джава, хотя бы даже будете проходить классы, функции, методы. 3-й, 10-й, это все будете проходить. Потом еще раз пересмотрите этот урок. Возможно, там же и соберете. Спасибо, Эльбрус, что еще рассказал и показал, как можно создать положение. Уделили время. Еще раз спасибо большое. Все, до свидания. Всем удачи. Спасибо. Вам удачи, Эльбрус. Еще раз большое-большое спасибо за время. Субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok,